15 к 2511.07.2018, обновлено, 15, 26, 11 июля 2018 года, 36 533 Москва, 11 июля, РИА Новости. Для развития межпарламентского диалога России и США санкции с депутатов и сенаторов должны быть сняты незамедлительно, либо их применение должно ограничиваться в отношении тех, кто участвует в межпарламентских обменах. Однако Вашингтон не стремится обсуждать эту тему, заявил глава Международного комитета Софида Константин Касачев. В начале июля в России находилась с визитом делегации американских парламентариев-республиканцев. В случае межпарламентского диалога эти санкции, как максимум, нужно отменять незамедлительно, но как минимум, договариваться на взаимной основе, что они не будут применяться в отношении парламентариев, которые участвуют в межпарламентских обменах, сказал сенатор на заседании комитета в среду. По его словам, Москва неоднократно официально выдвигала такое предложение американской стороне. Увы, ни разу пока на этот счет, мы не получали положительной реакции. Будем надеяться, что, может быть, нынешняя делегация по возвращении в США возьмется за то, чтобы как-то эту тему вновь поставить у себя в Конгрессе и перед Белым домом, добавил он. Косачев также сообщил, что в ходе встречи с американскими коллегами российские сенаторы говорили в целом о санкционной политике США, которую охарактеризовали как незаконную, противоречащую международному праву и национальным интересам соответствующих стран. Наиболее проблема тех, кто эти санкции придумывал, мы никого ни о чем не упрашиваем, пояснил Косачев. 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 Я был бы рад тому, чтобы и я, и мои коллеги имели возможность встретиться и с ним, и с его коллегами в Вашингтоне и других американских городах. Поскольку мы находимся под санкциями, заключил сенатор. Субтитры сделал DimaTorzok